Эта аллея давно стала излюбленным местом для горожан. Здесь встречаются влюбленные, гуляют дети. А сфотографироваться молодоженом в компании голубей считается большой удачей. Валентина со своей маленькой дочерью приходит сюда часто, при этом соблюдает меры защиты. Стараемся руки вытирать почаще. Домой приходим первым делом руки мыть, личико умывать, обувь сразу мыть. Голубиный помет разрушает здания и металл. Можно представить, какой же эффект он оказывает при взаимодействии с дыхательными путями и кожей. Мы когда наблюдаем, ребенок бежит счастливый, гоняет кучу голубей. На самом деле голуби стая взлетела, с них осыпается вот эта вот пыль. Помет, какие-то частички земли в рот залетает, вдыхает ребенок. То есть заражение может произойти буквально за одну минуту. Передаются заболевания и вирусные, вирусной теологии, и бактериальной. Специалисты утверждают, голуби переносят десятки заболеваний. Самые опасные – это орнитоз, хламидиоз, который вызывает сильнейшее воспаление легких, туберкулез, птичий грипп. Детям и беременным женщинам категорически противопоказано находиться рядом с дикими голубями. По подсчетам орнитологов, в центре города на один квадратный километр приходится тысяча голубей. Каждая особь выделяет 12 килограммов помета в год. Большая половина – больные птицы. Таких видно невооруженным глазом. Взъерошенные, нахохленные держатся в стороне от стаи. Часто голуби именно заражаются на свалках. Хотелось бы порекомендовать, как можно больше внимания уделять в чистоте города. Своевременно вывозить мусор, не разбрасывать какой-то мусор, пищевые продукты. И желательно, чтобы контейнеры закрывались. Как же регулировать численность диких голубей? Вопрос интересующий многих. В европейских странах в еду пернатых добавляют лекарства, препятствующие размножению. Или же селят рядом с голубями хищную птицу, которая истребляет больных особей. А в Нью-Йорке безобидное кормление голубей обходится штрафом в тысячу долларов.